Сегодня у нас тема наша, народное действие, народная мистерия, дождь Бога. Что произошло в последнее время? Почему мы с трудом воспринимаем современную музыку, с трудом я говорю именно о таком направлении, которое мы называем классическим? То есть вы знаете, что в Москве, когда была премьера впервые после ремонта Большого театра, несколько женщин увезли с сердечными приступами, они чуть не умерли от инфаркта, реально. Их увозили на скорую помощь, потому что увидеть Руслану и Людмилу, одетых в джинсы, в грязные сальные майки, они были не готовы, тем более были не готовы смотреть в опере Руслана и Людмилы постельные сцены. То есть что это такое? Это, конечно же, та деградация, которая наблюдается во всей культуре. И мы это видим в музыке, например, я лично слушал такое очень, считается, шедевральное произведение Карл Хайнса Штукхаузена, когда кёльнский хор, который прекрасно поет вещи Баха, буквально 10 минут по нотам вот так вот цокает. Очень тяжело. Слушать невозможно. Ну вот, то есть, понимаете, да, то есть, когда вместо возвышающего искусства, которое мы привыкли понимать в классических произведениях, в театральном творчестве, в опере, в вокале, мы, я всегда говорю, те, кто занимаются вокалом, обязательно слушайте хороший вокал, народный вокал. Ведь как было в деревне? В деревне, обратите внимание, никто в консерваторию не ходил, и в училище, да, не было. Почему вот такая вот картина? Давайте посмотрим в суть. Откуда есть пошло искусство, да, то есть вот что такое искусство? Искусство вышло на самом деле из мистерии. То есть это такие действия, которые посвящены жизни богов, жизни героев, и в которых участвовали те актеры, которые брали на себя роли этих богов. Их фамилиями он не знал никто никогда. То есть то, что сегодня все обсуждают актеров для мистериального театра, это невозможно. Потому что, ну а, если мы это возьмем, например, театр Индии, они играют в масках. Маска, изображающая Шиву, маска, изображающая Ганешу. И, соответственно, кто там? Об этом никто не знает. Точно такой же принцип и в творчестве. Например, вы кто-нибудь, если видел прекрасные фрески Аджан Тейлора, это в Индии, находится в штате Махараштра, до сих пор не выцвели краски, прекрасные скульптуры там. Вы хотя бы видели где-то подпись, что это нарисовала Маша Иванова. Где-нибудь видели? Нет. Потому что человеку, казалось, если он посвящает свое творение богу, зачем его имя, фамилия? Вы меня понимаете? То есть он, для него большое счастье быть проводником божественной силы. И поэтому без разницы. Вообще, я не случайно это говорю, потому что мы с вами как раз-таки будем делать вот это действие, вот эту мистерию творить даже с Бога. И поэтому я вас хочу сразу порадовать, что ваших фамилий не будет в рекламных роликах. Потому что в этом нет никакого смысла, а вернее, это наоборот даже очень здорово, потому что смысл, он, в общем-то, один. Уметь проявить именно вот этот горний мир. То есть то, что мы видим каждый день. И вот у нас такая вот замечательная с вами возможность усилить нашу планету светом, она у нас вот эта возможность появится. И это очень-очень здорово. И посвящено наше действие будет Дашьбогу. И я хочу сразу сказать, что в хрониках Иоанна Малалы описывается эра Дашьбога. Я сейчас буду просто говорить о том, что есть в литературе, то есть это чисто этнографические и библиографические данные. Там говорится о том, что Дашьбог, сын сварога, кузнеца, прибыл в Египет и долгое время проводил там. Там описывается, сколько он там был, а именно 7 470 дней, что соответствует 12 годам. То есть 12 лет он правил в Египте, и за это время он научил, во-первых, людей жить в супружестве, то есть муж, жена. То есть, ну, я всегда говорю, у нас есть образы, да? Вот на Руси какие образы? Лебеди. Вы знаете, что если один лебедь погибает, другой лебедь кидается, и все, он больше не живет. Волки. Волчьи пары не распадаются. Если кто-то погибает, то волчица больше никогда, ну, прям хотел сказать, замуж, никого не выходит. Ну, то есть, вороны. Ворон даже описан у Шекспира, когда, как правильно я всегда не понимаю, ворониха, потому что вороны – это другое существо. Ну, в общем, ворон женского рода говорит, что, говорит, что, ну, что ты, она говорит королеве, ты потеряла своего муженька. Тебе-то вдовой сколько там коротать? 20-30 лет, а мне 300 лет без своего быть. Оно так и есть. То есть, верность, это верность вот в союзе мужчины и женщины именно жильдится вот так вот на Руси. И вот так вот она давалась даже с Богом и с Ворогом. И мы об этом должны помнить. И потом, если вдруг вам какой-нибудь дядя или все это расскажет, что было многоженство, спросите у этого дяди, сколько у него жен. Обычно, как правило, ни одной. Потому что этого на Руси не было. Были нормальные пары, которые сохраняли неверность всю жизнь. И вот как раз-таки даже Бог научил еще и правилам жизни, и я хочу сразу на это обратить внимание, что Он установил правила. Он правила. А что такое правила? Это правые вилы. Мы же говорим с вами, вилами на воде писано. Это что значит? Это значит сбудется обязательно. Потому что, если мы трезубцем, как символом истины, символом прави, рисуем что-то на воде, то мы таким образом получаем свой результат. Поэтому сразу у меня для всех женщин. Мужчинам это не надо, хотя в принципе это могут использовать все. Если что-то накопилось на душе, ну а уже вот что-то накопилось, берете воду, берете палочку, и на воде начинаете писать. Я, имя рек, хочу тебе вода поведать, что, ой, начальник у меня такой странный. И в общем, вот мне что-то не хватает в этой жизни. И вот как вот начинаете все вот, вот все из себя вот это вытаскивать, да, вот что вот мешает счастливо жить. И потом берете эту воду, и говорите, слиться с водой все моих воровой. У вас есть сознание, есть подсознание отсюда. Вот этот минус, который накопился, он убирается вместе с водой. Это простой такой старый народный способ, такой житейский способ, такой народный, в хорошем смысле народной магии. Слиться с водой всей моей воровой. В общем, у нас получается у Буевна какие-то занятия по практической магии. Слиться с водой всей моей воровой. Хорошо. Это заклинание, можете, знаете, еще когда читать, вот душа, стоите, или на себя воду, и вы говорите, слиться с водой все мои воровой. Вы меня поняли, да? И она смывает всю информацию. Она очень умная, вода умнее нас. Вот, нет, она мудрее. Мы умные очень, слишком умные. Она мудрая. В этом разница. И далее мы с вами следуем по пути дождь Бога, то есть он установил правила. То есть вот как жить по праве, как жить по правде. Вы знаете, ни в одном языке мира нету столько слов, связанных с корнем правда. Правь. Ни в одном. Слово правды вы не можете перевести ни на один язык. Вот как вы его переведете? На английский, на французский, на немецкий. Как? Никак. Там будет другое понятие, но это не будет понятие правды. Что такое? Утверждение праве. А что такое правда для нас с вами? Это основной в нашей жизни. Потому что нас больше всего тревожит несправедливость. Согласитесь? Вот что-то, когда не по правде. Вот прямо хочется взять, вот дай его по морде надавать. Хочется. Но понимаем, что мы этим людям по морде сейчас надавать не можем. Но чувствуем, что что-то неправильно. Поэтому у нас есть хороший способ, который нам дал даже Бог, батюшка. Мы вот эту правду обращаем к себе. То есть, мы ищем ошибки в себе, соответственно, утверждаем в себе эту правду. Не надо утверждать правду товарища, как у нас был сегодня случай. Я не буду говорить, кто это. Он говорит другому. Ты вот это делаешь, ты вот это делаешь. Мы говорим, давай смотри на себя. Мы, вожатые, внимательно все наблюдаем, все видим. Не надо, как говорится, ковырять в другом глазу, хотя понятно, что там старинка видна, а бревно в своем глазу, как в старину говорили, и не видно. То есть даже Бог установил вот эти правила. Правила, по которым можно жить именно ладно в природе, по которым можно жить гармонично в природе. И поэтому вот это, эти крохи, которые у нас есть, они как раз показывают о том, что действительно была эра дождь Бога, и дождь Бог, он прародитель славян. И смотрите, в такое есть время, летом, называется Петровская даль, то есть солнце на зиму, лето на жару, то есть это средина июля. И вот именно в это время начинали творить суд, ставиться на суд, раньше так говорили. Это как раз тоже время дождь Бога, потому что правосудие связано именно с понятием правды. И князь всегда мог рассудить в ту или иную ситуацию, когда два человека не могли разойтись, он как-то помогал разрулить, как это сейчас говорят, эту ситуацию. Потому что существует один такой простой закон, то есть нашего жития. В конфликте виноваты обе стороны. Если хотя бы одна сторона не признает свою вину в конфликте, то лада не достичь никогда. Вот, если один будет постоянно отступать, он будет пятиться. Надо сближаться. То есть если произошла какая-то конфликтная ситуация, нужно не разбегаться, нужно сближаться. Но сближаться так, чтобы не взорваться. Вы меня понимаете. То есть нужно найти в себе силы признать свои ошибки. Это очень тяжело. Поэтому у нас здесь и народу видеть и мало. Мы же не говорим о том, как третий глаз раскрыть, а мы говорим о том, как нужно в себе ошибки искать. Вот к этому готовы очень мало людей. Люди готовы на фокусы, по канату походить, прыгнуть. Вот мне рассказали сейчас какой-то новый способ, какие-то такие специальные ботинки, из них вода и тебя на 10 метров подбрасывать. Уже что люди только не придумывают, лишь бы собой не заниматься. Понимаете? То есть уже, не знаю, на парашюте прыгать, летать на парашюте. Я не против полетов на парашюте. Но все-таки все должно еще совмещаться именно с работой на собой. и и конечно в упоминании в глубиной книге также пишется, что дождь бог солнца, как лицо первого бога, из тела которого возникла вселенная. Вот давайте мы просто вдумаемся в это. Это же так просто. То есть, как пишет глубинная книга, купол небесный это глава бога. из его тела возникли из волос растения, из костей камня. То есть, получается, что мы живем в одном едином живом организме. Мы это живем, но мы с вами это не осознаем. А если мы на секундочку поймем, что мы живем вот в этом огромном организме, и как писал Брюсов, очень может быть, что наша вселенная, как он написал, это лишь один атом в каком-то другом организме. Мы этого с вами не знаем. На эту тему лучше не думать, можно чокнуться. очень, почему? Потому что сразу вот так вот объять необъятное не можем. Но наш народ, вот дашь бог, он постоянно говорил об этом, об огромности мира. Вы можете себе представить, что народная мистерия, которая идет в Индии, у нас будет с вами мистерия, ну дай бог, 45 минут. Мы с вами сотворим такой великий подвиг. Раз в год на 45 минут. В Индии народная мистерия идет две недели. И две недели народ ходит, вот у них там несколько, как вы знаете, любви, ну то есть к средствам массовой информации, я имею ввиду такую деревенскую Индию, несовременную. Они все привыкли воспринимать через бродячих артистов, то есть как раз через мистериальный такой театр. И вот они начинают рассказывать такую историю про то, как полтора миллиарда лет назад, например, возникла жизнь. И вот это сёточка, а миллиард вот это, вот это, ну их все сопровождается танцами, чтобы не заснуть, они постоянно поют, у них все очень правильно. То есть вот так говорит, говорит, потом хопа, дашь, боже, жива, матушка, ой, детлада, ой, детлада. А потом дальше мы продолжаем наш текст. И, народ, видите, вы уже оживились, то есть все очень продуманно. Там еще сидят мужики на барабанах наигрывают, женщина на ситарах, то есть целый такой ансамбль. Поэтому две недели они вот слушают эти истории, как миллиарды лет вот что-то было, представляете? У нас было с вами то же самое. Вот мы сейчас взяли маленький там, ну какой-то так, всего лишь так, на 12 тысяч лет где-то, то есть у нас маленькая сегодня, такая маленькая будет мистерия всего лишь на 12 тысяч лет где-то. Но мы в ней показываем, самое главное, что народ олицетворял, вот мы уже видим из этих всех даже слов, то первое, что я хочу сказать, что дождь бог это отец и дождь бог это солнце. Это то, что прописано просто во всех вот источниках. Первое из них это, конечно, слово о полку Игореве и говорится о том, что мы потомки сварога, внуки сварога. Внук это в те времена обозначало не то понятие внук, как сегодня, а вообще понятие потомок, еще внук. И вот это удивительно совершенно, сразу мы с вами понимаем, мы дети солнца. Правду говорю, будь здоров. То есть, мы каждое утро с вами, мы же не просто, мы видим живое существо, мы видим воплощение бога, мы видим живого бога. И когда меня как-то спросили, ты видел бога? Я говорю, да, конечно, каждое утро, каждый день, это солнце. Можно дальше продолжать, вот передо мной боги живут, вот они вот сидят, во всех божественное солнце так же сверкает. и ежика, которому нам вчера притащил, не помню кто, вместе с Егором, кто, вот, ежика. И этот ежик в нем тоже кусочек солнца во всем, во всем разлита вот эта божественная сила. И, конечно же, даже бог, он родоначальник князей, поэтому князь, он как солнце. Отсюда, понимаете, сразу давайте переведем мы на семью, в семье муж князь, жена, княгиня, соответственное отношение, высокий стиль. То есть, как говорится, я говорю, для мужа сделаю все, что угодно, даже могу сварить ему чай. Я не буду говорить про кофе. Вот. То есть, именно вот это возвышение, вот, искусство, вот мы говорим, это вот как часть мистерии, она возвышает. Вот мы с вами будем возвышаться сами, возвышать весь народ. придет время, помяните мои слова, через сколько-то времени будут вот такие народные мистерии по всей Руси. Будут все сказывать о Дождьбоге, о Живе, дети в детских садах будут петь песни радости про Богу мира, про Сварога, и это будет, потому что это неизбежно, это записано в нашей памяти. И, как пишут ученые, Дождьбог представлялся чем-то вроде жизненного начала, обуславливающее происхождение и существование человечества вообще, и русичей, в частности, если не в особенности. Это цитата. А если ее осмыслить, Дождьбог это жизненное начало, которое во всех нас. Когда сегодня мы с вами пели «Яр, Ярела, солнце русское», в этом нету никакого национализма. Но знаете, что такое русский и русый? Это обозначает белый цвет. Это вот белый цвет, это рус, это белый. Поэтому, как белый цвет может все цвета радуги вместить, так и мы с вами тоже можем вместить, но конкретно в Российской Федерации 160 национальностей. Совершенно спокойно, не растворяя, а взаимодействуя. И вот поэтому у нас с вами у русичей задача очень мощная. Но мы русичами можем назвать всех индоевропейцев. А это вы посмотрите, это очень интересно. Почти что все. Между прочим, и Таджикистан, и Иран, и Афганистан, это все индоевропейские племена, индоевропейские потомки. И дождь бог, солнце, это основа, вот наша основа, но мы говорим о нас, уже о славянах. и, конечно же, на реке Великой, вот Псковский каменный, идол, это как раз он был связан именно был связан с дождь богом на реке Великая. И, что интересно, обратите внимание, потом вы сейчас поймете мою мысль. На изображениях дождь бога солнце часто что изображался? Изображался, естественно, крещ. Поэтому, вы дальше меня понимаете, красивый мужчина с длинными волосами, с бородой, с крестом, он не вызывал у народа никаких других ассоциаций, как даже Бога. В итоге, когда пришла другая религия, фактически, оставаясь на своем месте, ну, новой данной спасителя, а конкретно Иисус Христос, христианство, в народе все равно он замещался даже с богом. То есть, понимаете, то есть, сохранилось это понимание, потому что другого нет у нас понимания. У нас отец один, отец небесный у нас один, это солнце. У нас это записано в генах. И мы можем назвать еще кого-то, но все равно мы будем думать и понимать, что этот отец один. Я не понимаю, доношу ли я вот эту мысль очень простую. Но, короче говоря, то есть, народ, он был определенным образом обманут, потому что это была замена. Это все равно была замена. Но даже в этом обмане он все равно нашел свое. И он как стал говорить? Христос, батюшка, Божья, матушка, потому что наш народ по-другому не понимает. Он не понимает каких-то вот это отец, сын, дух святой, святой запястье, перепястье, там дальше ефростархия, идут дальше слова, которых мы понимать не понимаем. Народ понимает простые вещи. Вот батя есть, солнышко, матушка есть, земля, Божья матушка, наша сырая земля, солнце. Все очень просто. То есть, вот он этот крест. Есть вертикаль взаимодействия, земля-небо, есть горизонталь взаимодействия, это все мы. И вот он изображался на дождь Бога. И день дождь Бога, обратите внимание, это воскресенье. Потому что дождь Бог, по легенде, он, то есть, по нашему преданию, он стал смертным, он умер. Но после смерти своей он воскрес, ожил и стал солнцем. То, что сейчас я говорю вам, воскрешение из мертвых, живых, и это то, что известно во многих, во многих народах. Это, например, Думузия у шумеров, это, например, Архей у эллинов, это, кто у нас еще, Дионис, это также Дионисийские мистерии. То есть, именно идея вот этого умирающего и воскрешающего Бога, она, где явно всего? А? Осири, совершенно верно. Где она явна? Она явна в солнце. Солнце каждый день умирает и каждый день возрождается. Мы видим солнце, мы видим, что солнце не становится. Вы понимаете, оно архаическое восприятие, оно правильное, оно очень простое. Было солнце, и оно вдруг исчезает, появляется тьма. И потом, откуда-то из тьмы, опять появляется солнце. То есть, вот такое коловорот жизни. И поэтому, конечно, с именем Дашбога связано понятие, мы понимаем, вечности жизни. То есть, солнце умирает и вновь возрождается. Мы с вами умираем каждый день. Это наш сон. Это такое маленькое, маленькое, вот наше тоже небытие. Мы закрываем глаза. Где мы с вами находимся в это время? Мы сами не знаем. Сон, извините, это фаза, которая идет несколько минут только под утро. Только несколько минут под утро, когда вот начинают двигаться вот так вот глаза, это значит, мы видим сон. Вы во сне обратили внимание, там другое время. У нас может здесь пройти 2 минуты, а во сне это может быть, ну, не знаю, 40 минут может быть во сне. Было такое? Там совершенно по-другому течет время. И это происходит очень чуть-чуть. А остальное это время чем мы занимаемся? Ой, мы с вами отдыхаем на самом деле. У нас, наш мозг, он должен отдыхать и он перезагружается. И уже ученые, конечно, они обнаружили, сейчас очень много интересных ученых, у нас вообще перезагрузка мозга происходит чуть ли не, я не помню, чуть ли не через минуту. То есть, в какую-то минуту, какая-то одна тысячная доля секунды происходит перезагрузка мозга. Мы постоянно находимся в состоянии перезагрузки. И это вот таким, если компьютерным языком говорить, понятно, теперь уже более чем живой. А по-русски говорить, если по жизни говорить, дождь бог, то есть, это как раз понятие вечности жизни. Мы с вами живем вечно. И представляете, как интересно, в Белоруссии, в деревне Кременец есть камень дождь бога. И даже в 1985 году там творился обряд вызывания дождя. То есть, если говорить простым языком, стоит камень, посвященный дождь богу. Сухо бабушки собираются, идут к камню, становятся вокруг него кругом и поют необходимую песню. Ну, желательно еще петь на нужной высоте. И после этого они общаются с этим камнем и идет дождь. И он вызывается дождь, он идет, он реально идет. Когда бабушки чувствуют, что дождя много, огороды политы, бабушки запросто подходят опять к камню дождь бога, кладут руки, поют другую песню и выключают дождь. То есть, вот так вот. у них вентилек. Вот такой в Белоруссии стоит вентилетчик. Есть крантик, есть дождь, нету дождя, есть дождь, нету дождя. То есть, все очень просто. В Индии вообще там очень здорово, как любит молодежь, там вообще очень прикольно есть. Там есть такой камень, если 11 человек подойдут, вот так вот положат руки и на определенной высоте споют ом, то есть, ну там, например, надо там вот, оооо, я не знаю, какую ноту надо спеть там. Поэтому моя лекция совершенно бесполезна. Если они поют ом, в течение нескольких секунд этот камень отрывается от земли и начинает висеть в воздухе. В этом нет никакого чуда. Абсолютно никакого чуда. Поднимите руки, кто был в Египте, про который мы вспоминали. Ну, в принципе, все были. Так вот, там, кто не был в Египте, видели картинки. Там есть такие колонны мнемноса, они стоят перед, ну, в общем, есть такие колонны мнемноса. Они до, еще где-то 200 лет назад, на рассвете, когда всходило солнце, они начинали петь. То есть, там потом просто исследователи старины так их разуродовали, что они перестали петь. А там так был настроен камень, что вот этот утренний ветер, поднимающийся от солнца, так заходил, что как Акарина, который мы сегодня с вами слушали, они начинали звучать как Акарина. То есть, вообще чудес никаких нету в природе. Это все очень просто. У нас в Переславле за Левском есть синь камень, который движется, он с Елилиной горы в свое время туда был, его повезли, он упал, свалился на дно озера, и с той поры вот он ползет, 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 по несколько миллиметров он ползет. В Индии есть просто камни, которые оползают вокруг Кайласа в течение какого-то времени. Несколько лет камни вот так вот. Кружцы ходят и ходят себе. Нет, а что в это такое? Ну, я как Бавен понимаю, я все могу говорить. Но это правда, это вы можете посмотреть. Камни, они живые. Нет, они без ножек, они как колобки. Это, наверное, проникнут как колобок. Они просто-напросто знают законы гравитации, поэтому могут ей пользоваться. И смотрите, как здорово. Солнце над лесом, сердце на место. Это заговор болгарский. Я его вычитал из книги, поэтому уже он силы не имеет. Но самое главное, что мы в этом что понимаем? Сердце, С, средина, сердце, средина, сердцевина. это средина. Наше сердце это средина. Это основа вот этого равновесия. И поэтому наше сердце, оно как солнце. А солнце, оно как сердце. И получается, что дождь Бог, он как раз дает ритмом своего солнца потоки пульса жизни для всего на земле. И мы входим в этот ритм, и он благодатен для нас, он дарует нам радость, он дарует свет, как Элли написали, центр мира солнца, которое сердце всего мира. А вот в древней хетской молитве даже говорилось, в сердце человеку смотришь солнце прямо с высоты, сердце что его никто не видит. То есть солнышко светит нам прямо в сердце, а в сердце у нас вся правда. А вот перед солнышком кривить душой не получится. Вот как вот говорится, в тени-то можно там что-то утаить. А вот на солнце утаить ничего нельзя. И мы с вами опять вспоминаем голубинную книгу о творении вселенной тела первого бога. Ай, белый свет от лица божья, солнце праведно, от очей его, светил месяц от темечка. И опять-таки пословица есть очень простая. правда краше солнца. От всех уйдешь кривыми путями, дорогами, только не от солнца. И вот посмотрите, сохранилась молитва у духоворов. Духоборы, я не могу сейчас долго рассказывать, это, знаете, типа хиппи такие, но только они были очень давно. Они ушли, они потом переселились в Грузию. У них было очень своеобразное мировоззрение. Оно отличалось от классического христианства, хотя они себя называли христиане, но они были духоворы. У них весь мир был живой организм. И в частности у них в своем их святых книг написано «Солнце светит на всех правду, также подобает и человеку быть не лживому, а справедливым». Я считаю, прекрасно написано. Солнце светит на всех правду. То есть вот мы уже понимаем с вами даже Бог, я хочу, чтобы у вас рождались вот эти образы. Даже Бог – это правда, даже Бог – это сердце, даже Бог – это свет, даже Бог – это Отец. Соответственно, мы дети правда, света, а если мы с вами дети правды света, значит, мы сами сваружичи правдивые. Нам положено быть с вами правдивыми. Но тяжело. Вот загадка о солнце. Сидит птица без крыльев, без хвоста, куда не взглянет, правду скажет. Представляете, вот сейчас бы я поюм бы, куда бы не взглянул, правду сказал про вас. Ну это была моя последняя лекция. Потому что человек он я просто у меня был такой как это сейчас можно говорить опыт. У нас был такой спектакль в нашем студенческом колхозе, когда мы все были из 9 царства, нас баба Ига всех послала по научению Кощея помогать подмосковным соходам. Мы туда все приехали, колхоз, ну надо что-то ну в общем такого колхоза никто не помнит. Я делал мероприятие в неделю, то есть мы делали КВН и спектакли, завершили, мне показалось, что мы завершили все мистерией. Я не понимал еще, что это такое, но я понял, что нужно возжечь огонь и что-то славить. Я не понимал, кого славить, мы знали, что надо славить, партию славить, Брежнева, мы вот это все понимали. Кого еще, мы не знали, но чувствовали, что кроме славы КПСС надо еще что-то говорить. Ну вы понимаете, это тоже кстати непросто. Слава труду, слава Богу, слава своровать все из одной серии. У нас это в генах славление, мы любим славить православное. И ну мне хорошо дается кого-то изобразить. То есть я быстро схватываю человека и я начал изображать преподавателей. У меня был очень маленький ум и не хватало мудрости. Они все хохотали, ну когда я изображал кого-то, а когда я переходил на него, я обращал на него, что у него улыбка сползала от лица, и он как-то очень сжимался. Вот потом на экзамене я уже догадался обо всем, то есть конечно мне было припомнено вот это мое скморошество. Вот но люди действительно правду они знать не желают. То есть они хотят себя, все люди хотят в принципе одеть розовые очки и ну как бы не видеть того, что есть и в первую очередь в себе. А вот видите как говорилось видя беззаконие творимое ежеминутно человечеством солнца иногда в невыносимой горести закрывает лицо своё руками отчего и происходит затмение солнца. Вот так в старину считалось поэтому происходит затмение. Солнышко за нами смотрит смотрит и потом вот понимаете происходит затмение сейчас целый коридор затмений. Такое понимание оно тоже очень правильное потому что солнце источник правды. Обратите внимание прав правда она относится к миру а у нас мир это и природа весь мир и мир как общество у нас с вами вот мир да то есть мирской то есть это значит социально это одно и то же слово везде должна быть правда и говорили даже мир на все лето до кожи сияет солнце а мы с вами сегодня пели что у нас солнце вечное да то есть мир на все лето и солнце у нас вечное вот то есть дождь бог уже запоминаем да какие у нас отец солнце свет правда вечный да следящий за правдой дающий правду дающий нам какие-то определенные стоя то есть когда мы встречаемся мы что говорим здравствуй будь с дерева то есть мы даем друг друга пожелания когда нам что-то делают мы благодарим и благопринимаем то есть у нас есть с вами вежливость я почему всегда говорю у меня на лекциях всегда у кота буйна вежливость то есть можно спать совершенно спокойно без проблем можно мечтать можно есть но только говорю всегда нельзя разговаривать если вы хотите поговорить то нужно можно вязать вот как ясно это даже нужно у женщины заняты руки меньше приходит плохих мыслей понимаете о муже то есть она сидит вяжется и уже хорошо руки заняты голова работает это следующее ваше занятие вы там как сейчас будете набойкой там весь негатив выйдет один будете просто как эти колобки счастья будут женщина светочек колобки счастья будете просто перекатываться вот так вот по столу как в солнышке поэтому вот эта вежливость однокоренное слово с веданием вежливый ведающий это одно и то же слово то есть мы с вами если вежливые значит мы ведаем если мы как мы относимся друг к другу вот как мы относимся нам это все вернемся поэтому это очень все здорово у меня прямо подчеркнуто это вселенский закон обеспечивает существование мира в упорядоченном состоянии мне это очень понравилось то есть наши предки знали именно про великий закон все построено великим законом это уже лекция Ольги Александровна но я к ним немножко как бы вот мостик провожу из нашей традиции вот этот в чем заключается великий закон в ритме солнышко оно постоянно пульсирует вы все знаете что солнце бьется как сердце у солнца есть ритм его даже ученые вычислили и именно вот этот ритм он дает распространение солнечной крови или солнечной энергии по всему нашему организму и есть ритм который открыл Александр Леонидович Ижевский и он равняется приблизительно 11 годам то есть 10-8 лет то есть это увеличение солнечной активности и потом ее уменьшение соответственно когда увеличивается активность на солнце появляются пятна и вновь зашли на солнце пятна и омрачились трезвые умы и пал престол и стали неотвратны голодный мор и ужасы чумы Ижевский народный народный поэт Португалии почитайте его стихи правда вы их не найдете почти что в напечатанном виде но в интернете найдете и замечательный художник импрессионист очень красивые у него картины а вообще он открыватель первооткрыватель гелиобиологии о взаимосвязи всего живого с солнцем то чем мы с вами сегодня занимаемся дождь бог он задает ритм этот солнечный ритм мы принимаем соответственно если мы живем по солнцу мы входим в этот солнечный ритм и кстати говоря когда были договоры с Византией подписанные Олегом и Святославом пересмотрите сказы о вещем Олеге Михаила Николаевича Задорного вещи Олега обретенная быль и Рюрик потерянная быль так вот договор с Византией у меня просто памятные исторические события у меня просто полностью отсутствует я уже говорю я 3000 лет живу очень много событий поэтому я записываю ну как ход бою в последнее время еще раз повторяю Святослав Кирилла Мефодия еще нет вы понимаете да особенно ситуации подписали договор с Византией Задорного на каком языке был написан договор на русском и был подписан и было поставлено что клянемся Перуном и Велес и было это написано русскими буквами вы понимаете что Михаил Николаевич Задорнов не просто так быстро ушел в его фильме там есть потрясающий момент в Смоленске он заходит в музей и подходит к горшку и он просит научного руководителя говорит расскажите мне что на этом горшке а он говорит на этом горшке написано написано Горухша написано вот так вот русскими буквами Горухша горчица он говорит о возраст этого горшка а он за много сотен лет до Кирилла и Мефодия и до принятия официального как это называется письменности на Руси она была у нас естественно и это прямо меня вот этот горшок просто меня штырит от этого горшка потому что на нем написано русскими буквами Горухша и соответственно там вот эта руна Г которая совершенно по-другому звучит у скандинавов это руна Г понимаете и вот эта руна она звучит как это дело в том что наши руны они сконные это уже тоже большая тема вот приходите к нам в детский лагерь Дубравушка мы будем с ребятками заниматься рунами вот ну если что они вам расскажут все вот а у нас с вами видите время не хватает чтобы еще и рунами заниматься так что хочу сказать что о Дождь Боге сложено очень много песен и эти песни они сохранились то есть они эти песни на Украине в Белоруссии и они прямо так упоются дай Боже дай Боже и ой ты Боже дай Боже и рано в воскресенье направь меня на путь истины то есть вот содержание песен такое солнышко направь меня на путь истины то есть Дождь Бог правым путем правит поэтому Дождь Бог он как раз показывает правильный путь он дарит нам путь к счастью и Дождь Бог он конечно же связан с связан со всем солнечным циклом наших праздников вы помните это имена солнышко Коляда Ярила Купала Хорс то есть Аксень то есть Дождь Бог он как раз заповедовал нам жить по солнышку и вот эти солнечные праздники мы с вами как раз все не просто справляем а мы эти солнечные праздники с вами ну вот мы например в нашем колосвете мы этим занимаемся уже 30 лет то есть мы 30 лет справляем круглогодично солнечные праздники и когда мы начинали было очень мало информации сейчас ее появилось много мало того информации на самом деле мало до сих пор ложной информации очень много а настоящую информацию я всегда советую мы всегда советуем нужно смотреть академические источники насколько это можно и смотреть вот именно из них вот эти брать зерна потому что навыдумывать мы с вами можем очень много но сейчас ну сегодняшняя лекция моя как кота ученого немножко ну хотя бы немножко с опорой на фольклор с опорой на исторические источники что дождь бога славили на Руси до сегодняшнего дня и вы понимаете что и воскресенье кого славили дождь бога потому что даже есть указания такие вот летописи что пишут непонятно кого славяне славят они не христа славят они даже бога славят это есть вот такие записи в исторических хрониках потому что народ понимал бога как солнце как отца ну понятно да это мысли мне кажется в ней ничего не ясного просто нет оказывается есть чешская сказка про деда всеведа и одному персонажу понадобилось пойти к деду всеведу ему сказали нужно обязательно пойти чтобы добыть три волосинки ну естественно когда он проходил то он видел определенные такие поселения необычные совершенно в которых что-то произошло у кого-то родник пересох у кого-то молодильные яблоки перестало яблоня давать и он везде спрашивал как мне пройти к деду всеведу ему все давали дорогу но говорили когда придешь к деду всеведу ты спроси ну мы бы что спросили когда на Руси жить будет хорошо а я вам отвечу у нас сейчас хорошо жить прекрасно в Руси все у нас хорошо Русь на сан-свете переводится место постоянной битвы поэтому все хорошо мы с вами находимся в постоянном тонусе я рассказываю сказку про деда всеведа он пошел за тремя волосками ему все сказали он пришел туда и в этом доме сидит старуха нет не старуха а женщина женщина которая судьбина женщина судьбина сидит и она говорит проходи сейчас дед всевед вернется он возвращается очень усталый дед всевед оказывается это солнышко у него рыжие такие волосы она его прямо берет обнимает эта женщина и начинает качать и на руках он у нее превращается младенца дед всевед это солнце он каждый возвращается вечер стариком а утром она этого младенца просто выпускает в окно он идет на небо маленьким и опять проживает целую жизнь за один наш день естественно она вырвала три волоска естественно этот главный герой отнес волосок и починил все и молодильные яблоки и забили все родники естественно в итоге он женился хорошо и обрелся царство необходимое как всегда все хорошо в сказке но обратите внимание у солнца есть мама и вот это меня удивило а я-то думаю когда мы проводили фестиваль мы обратили внимание что у нас есть такое понятие матушка салун слышали обращение к солнцу матушка салун именно обращение к солнцу как женскому началу и представляете к нам приехали наши родичи из Литвы Ромова они показывали Валдес показывал обряд они сгинуты показывали обряд сыпали янтарь огонь пели гимны и гимны они пели естественно богиня солнца Саули 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 Саулун вы понимаете меня солнце матушка есть богиня которая является матерью солнца вы представляете как это интересно и ее называют в Чехословакии судьбичка то есть это мать солнца это судьба это мокош я вам такие тайны рассказываю представляете мокош она богиня судьбы которая является матушкой солнца и соответственно ее сын верный он нам дарит всю вот эту правду по которой мы живем дожидайся солнцевой матерь божьего суда это вот даже сохранилась такая поговорка у нас в народе а заход на армянском майрамут вход к матери вот вам и все доказательства того что действительно мы с вами в наших вот на нашем миропонимании а даже боге еще и возвращаемся к великой матери и кстати говоря обращение к солнцу мы как говорим всегда трижды светлое солнце да мы говорим трижды светлое солнце потому что конечно же все имеет троичность весь мир троичный и по легендам солнце имеет трех дочерей и его сестры это звезды которые появляются на небе а три число три я тоже сейчас вам открою тайну золотого ключика такой очень приятный вот что цифры все пришли к нам из аргебарта да то есть они пришли из Индии а вы для то есть они наши все общие индоевропейские я что рисую с вами это какая цифра вы понимаете что ом это и есть три это действительно так написание ом это цифра три всего лишь навсего потому что ом потому что это три мурти три мира строить отсюда отсюда будущее прошлое настоящее отсюда небо мы земля то есть все троично Ньютон сказал я существование Господа Бога могу доказать на примере человеческого тела оно троично ноги туловище голова берем что руку первая часть вторая часть третья часть берем ладонь запястье ладонь пальцы берем пальцы раз два три мы все троичные весь мир построен троично то есть поэтому вот вот это число три поэтому мы говорим трижды светлое солнце и трижды в день савитр дали дары мы подошли с вами к сегодняшнему ведомому спасу раньше праздник назывался так назывался дары и сколько у нас даров сколько у нас спас три у нас медовый у нас яблочный у нас хлебный ну или так плодняный называется то есть все у нас идет по число три трижды идут зазывки весны трижды мы встречаем осень трижды сварок ударяет отверх то есть три раза прежде чем придет каляда прежде чем придет зима то есть везде у нас вот это пробуждение для нас происходит три раза в день и дар 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 бог силен как господь бог на небесах это вот просто я опять цитирую то есть дар бог это царь и солнце царь который как раз таки он выражает собой вот эту божественность божественное начало нашего отца который на небе поэтому мы с вами конечно же когда говорим о нашей традиции когда мы говорим о дар боге то мы понимаем что союз дар бога и живо он действительно живительный и он все для нашей культуры потому что в нашей мистерии в нашем народном действии как раз прозвучит сказ о дар боге и живе и живо когда дар бог выпьет в нашем действии весь яд который был в черном море который был напущен мариной он стал смертным но обрел бессмертнее через свою ладус через свою живу через свою вторую половину и даже бог утвердил восемь восемь добродетелей которых он заповедал своему народу то есть восемь этих добродетелей это конечно же смелость чистота устойчивость сердечность умение принять высшую волю благая мысль жертвенность и святость вот восемь основных добродетелей которые он заповедовал своему народу вот если говорить в двух словах то наше действие наше мистерие как раз будет повес царапы дашь божьи матушка дашь божьи вам матушка дашь божьи живо живо пробуждается весной сила высшая неблага дашь божьи вам матушка дашь божьи